МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» с главными событиями. Четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Новое место, новое время. Молгород-2016 начал свою работу на финишную прямую. До выборов остается чуть больше недели. Добро пожаловать на спортивный олимп. В Чебоксарах встречают участников окружной олимпиады воспитанников детских домов. Фабрика идеи начала свою работу. Сегодня в Чебоксарах дали старт межрегиональному форуму Молгород. В этом году туда приехали более 500 человек. Участников ожидает обширная программа. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Здесь собрались самые талантливые? Да! Вот, отлично! Наверное, это хорошо. Здесь собрались самые умные? Да! Отлично! Я вижу здесь тоже и своих друзей, с которыми мы постоянно видим все на форумах, которые получали гранты. Эти молодые люди тоже стремятся реализовать свои проекты. Постоянные участники форума говорят, что именно здесь им удалось воплотить идеи в реальность. Молгород стал эффективной площадкой для самореализации молодежи. Это отмечают и гости из других регионов. Даже что-то перенесли в свой опыт, потому что у нас на предприятии есть союз молодежи, очень развитый, и поэтому опыт черпаем, переносим, что-то внедряем. Я являюсь стипендиантом главы Чуваши, то есть я веду активную жизненную деятельность, участвую в массовых мероприятиях, культурных, спортивных. Все это интересует меня. Сюда я приехала, чтобы также развиваться, получать нечто новое, узнавать новое. Молгород поменял не только прописку, в этом году изменился и формат форума. Теперь его участники живут не в палаточном лагере, а в номерах санаторного комплекса. Образовательная программа по-прежнему насыщена. За четыре дня форум посетят более ста экспертов. Это представитель общественной палаты Российской Федерации. Также будут эксперты из Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы. То есть образовательная программа, она действительно полезна для всех участников. И в этом году крен сделан на республику. В стратегии развития республики на форуме будет посвящена большая часть лекций. Так, на одной из площадок молодые люди вместе с экспертами нарисуют портрет Чуваши и будущего. Ну а сразу после церемонии открытия участники Молгорода смогли задать свои вопросы почетным гостям. Житель города АлатРа попросил главу региона преподать ему небольшой мастер-класс. Как начать путь в политике? Чтобы быть политикой, что вам нужно делать? Просто общаться, просто находить свое место. Быть в курсе всех событий, политических ситуаций. Вы должны осознавать всегда свою ответственность за свою страну. Многие люди, с которыми приходится часто работать и встречаться, тоже никогда об этом не думали. Но им самое главное – доверять люди. Михаилу Васильевичу доверили руководство республики именно вы. Членов общественной организации «Свобода» волнует вопрос развития в республике, доступной среды, в оздоровительных комплексах. Понимать предложения ваши, какие будут, по каким объектам вы составляете, соответствующие, где вы видите, с вашей стороны, для того, чтобы в течение двух-трех лет максимально снять все эти вопросы, которые есть. Вы показываете людям, что невозможно, можно сделать в жизни и дариться успеху. Вот это очень дорогого условия. Молодые люди интересовались, какие меры предпримут для поддержки учителей на селе. Вопрос участника Молгорода пообещали адресовать федеральному министру образования на грядущем форуме педагогов, который пройдет в Чебоксарах. Мы же не прощаемся надолго. Я буду здесь еще 9-го числа, то есть это до форума. Пожалуйста, я тогда жду от вас предложений. 9-го числа мы с вами увидимся, вы аккумулируете еще предложения, и вы их не озвучите, и я это озвучу, да. Это высшая каста должна быть. По-другому быть не может, потому что это фундамент, на котором строится страна. Но, к сожалению, сейчас мы не можем испытывать иллюзий. У нас есть обременение бюджета военное, но оно обусловлено так, что если мы этого не сделаем, нам некого будет учить. Инициативу участников форума взяли на карандаш. Их обещают поддержать. Эта инициатива всегда будет под вниманием органов власти, и на те вызовы и проглашения, которые идут на жадрес, мы всегда охотно реагировали и будем реагировать и общаться с нашей молодежью. Итоги форума подведут 11 сентября. Лучших участников отметят наградами. Медрик Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Главный онколог России Михаил Давыдов вновь приехал в Чувашию с рабочим визитом. Поводом послужило открытие нового хирургического корпуса нашего онкодиспансера. Сегодня же Михаил Давыдов и Михаил Гнатьев обсудили вопросы подготовки и повышения квалификации специалистов для нового медучреждения. Главный онколог страны высоко оценил работу по развитию онкологической помощи, проделанную за последний год. Михаил Давыдов отметил, это результат консолидации усилий всех органов власти и исполнителей. У вас есть одна команда, один отряд. Это здорово. Глава Чувашия поблагодарил московский онкоцентр за помощь и поддержку. Одно дело мы там миллионы вложили. Самые главные люди, это профессионализм людей. Ваши люди приезжают и наши стремятся получить от них максимально все те профессиональные качества, которые есть у мастеров. Мы это сделаем. Вопросы подготовки и повышения квалификации обсудили и первокурсники, аспиранты и интерны медицинского факультета ЧИГУ на встрече с заслуженным врачом России Николаем Николаевым и главой города Чебоксара хирургом Леонидом Черкесовым. Имитация стоматологического кабинета, аппарат УЗИ с искусственными органами, резиновые пациенты с многочисленными травмами и даже мини-операционное с самым настоящим оборудованием. Центр аккредитации симуляционного оборудования открылся на Медфаке в апреле этого года. Этот маникен для отработки манипуляций по искусственной интелляции берки и постановки срубки в трахеостанической и интуиционной трюшке. Здесь мы для начала применяем троллер саппары и очистка дыхательных путей. Затем прямым пленком мы открываем себя дыхательные пути, осмотрим, куда мы проводим, и проводим проводник и дыхательную трубку на расстоянии 14-16 см, что соответствует возрасту данного ребенка. Затем фиксируем вежателем тонуса и подключаем к мешку амбу или к аппарату ИВЛ. Сам в прошлом хирург с многолетним стажем Леонид Ильич проявил профессиональный интерес к медицинской практике студентов и напомнил главное качество врача – умение вовремя принять верные решения. После третьего курса мы имеем право начать работу. Я работал фельдшером. Но я фельдшером уже начал работать на агрегатном заводе. Я помню, что огромный пресс, 20-тонный, он придавил руку рабочему. И в такой случае толпа все кричат, шоковый, умирает уже больной. Я помню, не растерялся, сделал обед с головой, еще промедол тогда. И, наверное, вот если бы я тоже растерялся, я бы потерял этого больного. Студенты-медики уже сейчас задумываются о будущем. Часть ребят собирается вернуться в родные села. Кто-то уезжает в районы по программе «Земский доктор». Хорошие условия работы создаются и для выпускников, решивших остаться в столице. По итогам вчерашнего визита нашего федерального министра, для нас приятная новость, что в этом году нам будут выделены средства из резервного фонда Министерства здравоохранения Российской Федерации на строительство новой поликлиники в центральной части города. Слышанная, это тоже очень серьезная проекта. Давно его хотим, и я у вас не помогу. Да, и я думаю, что в ближайшее время эту современную многофункциональную поликлинику мы построим, и действительно, там будут совершенно другие условия работать. Медицина в республике развивается, высокотехнологичный и наукоемкий сегмент расширяется. С каждым годом отметил глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Сделав выбор в пользу этой профессии, ребята не прогадают, подтвердил Николай Николаев. Юлия Важенина, Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов. Республика. Представители Лиги лучших страховых агентов филиала Росгостраха сегодня приняли участие в ежегодном форуме. О профессионалах страхового дела поздравил глава Чувашия Михаил Игнатьев. Лига лучших страховых агентов была создана два года назад. В нее вошли профессионалы, сумевшие собрать более миллиона рублей страховых платежей по наиболее значимым добровольным видам страхования. Лига лучших призвана служить. Во-первых, дальнейшему развитию и укреплению деловых связей между страховыми агентами наших отделов. Содействию повышения уровня качества знаний членов Лиги лучших и укреплению престижа, что самое главное сегодня, престижа профессии страхового агента в регионе. Это предмет для остальных агентов. Форум проводится в год человека труда. И то, что сегодня компания чествует самых лучших страховых агентов, очень значимо для всех нас, отметил глава Чувашия Михаил Игнатьев. Вы выстраиваете свои отношения со своими страховщиками на принципах уважения и доверия. Мы, конечно, в органах власти создаем конкурентную среду, одинаковые равные условия для того, чтобы люди выбирали страховать свою жизнь, минимизировать свои риски от разных ситуаций. Ежегодно ряды Лиги пополняются. Сегодня в ней вошли еще 8 профессионалов. Лучших из лучших чествовали на главной сцене форума. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же поздравления с профессиональным праздником принимают и финансисты. Чувашия занимает третье место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов Приволжского федерального округа и входит в группу лидеров среди 85 субъектов страны. Какие еще задачи ставят перед собой финансисты, расскажем о ближайшем выпуске новостей. Сегодня 75 лет с начала блокады Ленинграда. Город на Неве находился в осаде 871 день. И за это время, по разным данным, от голода в нем погибли от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Еще полтора миллиона жителей удалось вывезти в тыловые районы, в том числе и в Чувашию. Об одном из самых ярких в истории примеров дружбы народов. Милосердие и единство в нашем сюжете. В годы Великой Отечественной войны в Чувашию из Ленинграда и области эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Для детей блокадников открыли несколько детских домов. До сих пор непонятно, как маленькая Чуваша смогла разместить, обогреть и накормить столько народу. Но в те времена делиться последним куском хлеба было в порядке вещей. Не было кушать. Все равно мы детдомовцев, ленинградцев носили одну картошку или что. Ну, что есть, для кушания тоже помогали. Ну, не помогали, а делились. Детский дом ленинградцев разместился в селе Ишаки Чебоксарского района. Выхаживали ребят всем миром. Женщины, работавшие в детдоме, не только несли обездоленным детям еду, но и делились душевным теплом. Несколько сирот обрели здесь любящие семьи и до сих пор живут в Чебоксарском районе. Одна из воспитанниц, Люся Дороненко, после снятия блокады уехала была в Ленинград. Но вскоре вернулась. Директор Ишакского детского дома, участник войны, молодой педагог Василий Сорокин, понял, что не сможет без нее жить. И ни разу за всю жизнь Людмила Ивановна не пожалела, что променяла почти столичный Питер на Чебоксары. Ну, это как бы моя вторая родина. А сколько лет я уже здесь? Семь-десять лет. После войны ленинградцы несколько раз приезжали в село Ишаки. До сих пор вспоминают они военные годы и всех жителей Чувашии, научивших их дружбе и добрососедству. Меньше 10 дней осталось до единого дня голосования. 18 сентября по всей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы России, а также депутатов законодательных собраний регионов. В Чувашии выберут новый состав Государственного Совета. Почти 4 миллиона бюллетеней уже поступили в территориальной избирательной комиссии. Всего их в республике 1183. Из них 15 расположены в лечебных учреждениях и в СИЗО. Открепительные удостоверения выдаются с 3 августа. Сейчас их на руках около 5000 из 38. Александр Цветков отметил, что это средний показатель. На предыдущих выборах в Государственную Думу цифра была больше. Порядка 20 тысяч из 40. Раз открепительные удостоверения делаю, значит это действительно нужно. Это важная гарантия реализации избирательных прав действительно теми избирателями, которые не могут по уважительным причинам в день голосования присутствовать на своем избирательном участке. Но с чем нужно бороться? Нужно бороться с тем, чтобы эти открепительные удостоверения использовались как технологии. Нужно бороться с принуждением. Когда избиратели по каким-то неведомым причинам заставляют получить открепительные. По словам Цветкова, сейчас есть механизмы реагирования на массовое использование открепительных удостоверений. Будь то их подделка или голосование одним человеком с несколькими бланками. Что касается жалоб, за всю выборную кампанию в Центральную избирательную комиссию Чувашии поступило 200 жалоб. Все они детально проверяются. Знаем, что сейчас политика, новый подход к организации выборов со стороны ЦИК России направлен на максимальную гласность, максимальную открытость. И реагирование на все случаи нарушений. Поэтому общее количество обращений в ЦИК России, оно очень большое. Я так думаю, что в ЦИК России будет рассмотрена жалоба на одно из наших решений. В частности, на решение мы оставили в силе постановление окружной избирательной комиссии, Ленинской территориальной, об отказе в регистрации Каляеву Роману Викторовичу. Этот человек – двойник другого Романа Каляева. Последний уже известен на политическом поприще и был депутатом Чебоксарского городского собрания. Надо отметить, что технологии двойников активно работают в Чувашии. В некоторых одномандатных округах зарегистрированные кандидаты не участвуют в политических дебатах и не ведут предвыборную агитацию. Таких уже можно называть фантомами. Но бороться с технологией выдвижения двойников достаточно сложно. Теоретики права пытаются ее разрешить, но она реально очень трудно разрешима. Потому что здесь в противоречие вступают, с одной стороны, интересы кандидата, против которого используются эти технологии, с другой стороны, права человека. Никто же не запрещает, независимо от моего имени, никто мне не запрещает баллотироваться. Там вот тоже в Чебоксарске. Сергей Павлович Семен говорит, что это мои кандидаты-двойники. Но, с другой стороны, они оба выдвинулись раньше, чем он. И только потом он выдвинулся. Вообще вопрос возникает, кто чей двойник. Хотя понятно, что эта технология используется против действующих депутатов Государственного совета. Это не самая лучшая технология, но, к сожалению, она абсолютно законная. По словам Александра Цветкова, в такой ситуации остается один выход. Качественная проверка подписей, которые собирались за кандидата-двойника. В ЦИК Чувашии надеются, что выборы пройдут без серьезных нарушений. Все эти факты не повлияют на воле изъявлений избирателей. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Партия «Единая Россия» сегодня обнародовала предвыборную программу. Главная идея – Чувашия – регион комфортного проживания. В ее основу легли предложения и обращения жителей Чувашии к кандидату. От «Единой России» провели более 15 тысяч встреч, собрали 50 тысяч наказов избирателей. Программа «Чувашия – регион комфортного проживания» – логическое продолжение программы «Вместе жить, вместе строить». Строительство с участием партии активно шло в прошлом году на выборах главы Чувашия. Среди основных наказов – модернизация дорожной сети, развитие медицины и создание новых рабочих мест. Теперь, отметили «Единая Россия», важно выполнить то, о чем просили люди – то, что вошло в программу. Понятно и очень важно сказать и озвучить, что не все это будет сделано сразу, не все это будет сделано в один день. У нас есть четкое понимание, как это делать. И я думаю, коллеги меня поддержат, если мы сегодня скажем, что за данным программным документом, конечно же, стоит ответственность нашей партии. Это очень важно об этом сказать. Понимание приоритетов, понимание того, что сегодня очень важно для нашей республики. Ну и профессионализм. Ответственность за эту программу несет каждый кандидат. Эти обращения, конечно же, требуют и сейчас дополнительной работы. Их надо систематизировать. Все вопросы, они должны найти свое решение в ходе предвыборной кампании. Но самое главное – решение этих вопросов после выбора наших депутатов. Это должна быть программа партии, которая должна реализоваться в течение пяти лет. Сформировали свои программы и другие партии, как парламентские, так и те, кто только борется за попадание в этот список. Наша съемочная группа встретилась с некоторыми участниками предвыборной гонки. Вот краткий тезис о их программах. Основные действия КПРФ следующие. Природные ресурсы – народу. Фабрики – рабочим, земля – крестьянам, а власть – народу. Народ станет хозяином, обеспечит экономическое и социальное развитие нашей страны. Как руководитель общественной организации «Общее дело» правозащитный, хочу сказать, что к нам люди обращаются, когда попадают в беду. И партия «Яблоко» хочет создать и может создать условия, когда людей перестанут обманывать. Первое. Второе. Как председатель ТСЖ, я хочу сказать, что можно оптимизировать расходы по содержанию жилья. Просто этим государственные органы и чиновники, и в частности депутаты не хотят заниматься. Я лично писал, предлагал. Были конкретные предложения. Наша основная программа в Чувашии – это новые рабочие места. Очень много наших соотечественников уезжает из Чувашии, из Чебоксар, особенно молодых. Люди не находятся в применении в родном регионе. А после этого мы видим нашу экономику на последних местах. Так нельзя, это необходимо остановить. И самое важное для нас в Чувашии – это развитие промышленности, обеспечение финансовой независимости региона и создание новых рабочих мест. Завтра в Чувашии стартует финал спартакиады для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп» при Волжье. Все 14 регионов нашего округа подтвердили свое участие. Первые команды уже приехали, и наша съемочная группа встретила одну из них. Команды приезжали в течение дня. Кто-то на автобусе, кто-то с железнодорожным транспортом. Завтра более 300 воспитанников детских домов выйдут на старты. Программа соревнований весьма насыщенная. Ребята из Нижнего Новгорода – постоянные участники «Спортивного Олимпа». Ну, не один раз мы занимали призовые места. И, конечно, мы очень рады, что опять попали в ваш чудесный город Чебоксары. Ребята настроены все по-боевому. Ну, хотим победу, победу, только победу. Несмотря на шестичасовой переезд и пасмурную погоду, ребята не чувствуют усталости. Они готовы с равным энтузиазмом ходить на экскурсии, танцевать на дискотеках. И главное – бороться за победы в девяти видах спорта. Мы приехали побеждать. Я участвую в волейболе и в беге. С настроением я приехала хорошая. Ни разу еще не была в этом городе. Хочу посмотреть, как тут интересно. И очень хочу занять первое место, чтобы наша вся команда заняла первое место. Подобные соревнования среди детских домов являются частью проекта «Вернуть детство», который успешно реализуется с 2009 года под патронажем полпреда президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организаторы уверены, что именно спорт может объединить ребят с нелегкой судьбой. В Чувашии спортсменов примет третья спортивная школа Олимпийского резерва в Новочебоксарске. Таким стал четверг, 8 сентября. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok